Снова здравствуйте, я автор и ведущий канала Панни Машин Сколл. В прошлой публикации о партнерских программах мне не удалось уложиться в своих 10 минут, поэтому пришлось разбить это на две такие части. Во второй части я уже не буду распыляться никуда, я вам просто расскажу о самом важном, что нужно знать о партнерке. Если вы в предыдущем были на ютубе и у вас есть аккаунт в Аценте, и в Аценте вы видите свои приблизительные доходы, вы хорошо знаете, что есть минимальная сумма, за которую будут вам выплачивать эту сумму. Например, если это в евро, то Ацент, минимальный порог для выплат, это 70 евро, для доллара это 100 евро. Самое главное, что я вам даю совет первый и главный. После регистрации на Аценте возможности изменить валюту учета у вас не будет. То есть если вы зарегистрируете ее в евро, перейти потом в доллар невозможно будет. Или если в долларах, то перейти назад в евро тоже невозможно будет. То есть валюту вы регистрируете единожды. Здесь есть такой момент, что сам Ацент, как американский проект, то есть, да, и Google, он считает все-таки заработок в долларах. Если вы зарегистрируете Ацент, то есть получение своей прибыли в евро, то будет происходить процесс какой-то соответствующей конвертации этой валюты. Поэтому этого делать не стоит. Ацент подключайте на, именно регистрируйте в долларовом эквиваленте, чтобы это просто и четко сопоставлялось с тем заработком, который будет вам показывать Google аналитика. Итак, это первый важный совет. Другую конвертацию уже в свою валюту, там в евро вы можете сделать сами себе самостоятельно, в рубли, в гривны, в тубрики, во все что угодно. Но на Ацент регистрируйте валюту как доллар, чтобы это прямо и четко сопоставлялось с Google аналитикой. И второй совет. У вас подошел тот момент, когда вы хотите все-таки подключиться к партнерской программе. Относительно партнерской программы, я расскажу о своем опыте. Я когда подключался к партнерской программе, все произошло приблизительно таким вот образом. У меня заработок был где-то в районе 35 евро в месяц. Я подключился к партнерской программе и я заметил, как мой заработок начал резко подниматься. Ну не так уж резко, но начал. И поднимался он приблизительно до района около 50 евро. Ну может чуть больше. 52-54 это произошло приблизительно на протяжении где-то полтора месяца. То есть реально я ощутил, что партнерская программа работает. То есть реально заработок на канале увеличился. Естественно радости у меня было много. А оптимисты говорят, это недостаток информации. В результате оптимизма у меня было много, что канал развивается. Но когда я потом уже со временем заметил, что он как дорос до этих 52. И так длительное время на этом бреющем полете так и замер. То есть ровно на какое-то количество эта партнерская программа этот канал докрутила. Насколько сработала там та реклама или те действия или манипуляции, которые там делают менеджеры. И все. И на этом все. Дело закончилось. Дальше осталось спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. То есть самому докручивать этот канал. Самому нужно докручивать, добавлять видео, так дальше пыхтеть и делать другие движения. Но это уже вопрос другой публикации. Что значит оказалось именно при выплате? При выплате оказалось, что именно партнерская программа или партнерка. Ну в данном случае это АИР. И поверьте мне, что все партнерские программы в основном работают на таких выплатах. Для начинающих таких вот блогеров. Блогеров это они берут себе своих 30% и вам остается ваших 70%. То есть от общего заработка, давайте вот так вот я скажу. От общего заработка, который вам показывает Google Аналитика. Весь канал ваш заработал, скажем так, в месяц 100 долларов. По факту, когда подписывались документы с YouTube в AdSense, я видел эту цифру, которую я читал в документах, которые мне прислал YouTube. Что YouTube себе забирает 32%, мне оставляет 68%. То есть по факту, мне должно было остаться 68 моих долларов. Это в рубрике или на канале, это есть там, где расчетный доход. В расчетном доходе у меня все сходилось. Значит на AdSense, когда я был, у меня значит из заработанных 100 долларов моих оставалось 68. Потом я подключился, когда к партнерской программе, то вроде бы как-то эта тенденция какое-то время наблюдалась, но почему-то со временем я заметил одну такую вещь, что из этих 100 долларов эффективности моих объявлений в YouTube Аналитике, мне почему-то остается только 54 какие-то с процентами. Когда я посмотрел ролики других блогеров, которые раскатывают вот эту тему, я понял, что они там действительно говорят, да, это такой факт. Мне потом попался один очень интересный документ, я нашел его все-таки в YouTube, а это, поверьте, непросто. Всегда если находите такие документы, где-то ссылку на них обязательно сохраните, потому что второй раз мне не удалось найти этот документ, я нашел одну такую интереснейшую публикацию, что YouTube выплачивает гонорары в сумме или 68%, или за какие-то рекламные размещения, что-то такая была формулировка непонятная, 55%. Так вот как-то после подключения к этому аналитике, то есть не аналитике, а к партнерской программе, я попал как-то в этот сект, а не 68%, а вот именно вот этих 54% как размещение какой-то рекламной, там вот как формулировка в документе. Но в публикациях других блогеров я вижу, что это вроде закономерность, поэтому не могу ничего сказать по этому вопросу. После подключения к партнерке статистика AdSense у вас перестает, то есть у вас нет возможности просматривать эту статистику, которая была раньше из AdSense, поэтому проверить я не могу. Для того, чтобы это проверить, нужно тогда отписаться от партнерки и перейти на числе уже AdSense и посмотреть, что будет происходить, если партнерка не будет вас поддерживать. Вот. Значит, и так мы эту формулу так и не досчитали. Ну вот вы заработали вот этих 100 долларов. И так после расчетов, из эффективности ваших заработка, от эффективности размещения объявлений из 100 долларов, ваших остается в расчетном доходе, у вас остается 55, приблизительно. Из этих 55 ровно 30% забирают партнерская программа. И вот подытожить все то, что я пробовал здесь рассказать, в результате вот этих всех манипуляций, фактически по факту, у меня оказалось вот таким вот образом, что вроде партнерка как-то подключилась, вроде они что-то там работают, вроде что-то там рекламируют, но на самом деле этот заработок как был на уровне этих 35 евро, так он на 35 евро и остался. Потому что от этих 55, если отсчитать еще заработок 30%, то в результате получаем по факту шило на мыло, получается мы что-то поменяли. Ну это мое такое вот субъективное мнение или объективное на данный момент, чем я хотел поделиться. Относительно вообще этих заработков, ну жадность это такая штука, понимаете, она вроде сначала, когда вы начинаете зарабатывать в Ютубе просто своих первых долларов или 10, вы прыгаете там до потолка. Когда вы начинаете уже зарабатывать 100 долларов и дальше, и у вас уже через какую-то свою призму, вы уже начинаете это все понимать, то начинаете смотреть уже на это совсем другими глазами. И даже о том моменте хотелось бы сказать, например, ну вот вы смотрите эффективность объявлений, да, где-то вы там собирали, там 3 месяца, за 3 месяца собираете какую-то выплату и смотрите, что по эффективности, то есть общий доход вашего канала составил приблизительно там 250 долларов, скажем так, вот, общий доход. А потом вы смотрите расчетный доход, это этих 55%, это фактически по факту половина. То есть вам осталось там приблизительно 130, только всего-навсего. И потом от этих 130 еще отрезала партнерская программа, 30% и в результате у вас на руки оказалось где-то там 85 долларов лично ваших кровных заработанных. Вот такая реальность заработка в Ютубе. Ну, не знаю. Одно, как подведу итог, желание, скажем, у людей делиться тем опытом, или каким-то знаниями, или своим материалами, или просто какими-то своими путешествиями с другими людьми, есть у каждого. Если за это еще и платят деньги, то эти все, скажем, размышления, это так для, не для каких-то таких конкретных выводов, или это чего-то другого. Это просто для понимания того, что будет происходить у вас в этом процессе, чтобы вы не строили каких-то наивных иллюзий, либо от незнания. Вот, чтобы вы понимали, что расклад в этой теме приблизительно вот такой, и таким вот образом будут распределяться ваши заработки на канале. Но, кроме этого, того, что вы что-то снимаете, делитесь со всеми остальными, вам за это еще платят денежки. И, в принципе, это в какой-то степени является пассивным все-таки доходом. Ну, пассивным доходом в том плане, что, в принципе, если вы ничего не снимаете и не добавляете, то и деньги вам все равно будут насчитываться. А продолжив эту тему насчет там пассивного дохода, то я вам скажу, что здесь, поверьте, что денег просто так. Не бывает нигде. Просто так их нигде никто не платит. И если вы хотите более-менее что-то серьезное заработать, то я вам дам один очень хороший и важный совет. Что зарабатывает в Ютубе не тот, кто очень хорошо и мощно мыслит, а тот, кто даже очень плохо и неумело, но выкладывает свои ролики. Поэтому хорошо усвойте себе этот момент. И если вы его еще не усвоили, то со временем вы придете к этому. После сотого ролика вы поймете, что больше зарабатывает не тот, кто очень хорошо думает, а тот, кто плохо, но выкладывает. Тот, кто работает. И это является главным залогом успеха. И поэтому для того, чтобы здесь более-менее чего-то заработать, этот доллар, то здесь нужно, очень подходит такое слово, которое, в принципе, нужно было бы запикать. Здесь нужно ебашить часто и усердно, и уделять на это очень много времени, для того, чтобы ваш доход соответствовал тем интересам, которые вы хотите из этого получить. И иначе в этом мире бывает, но очень редко. Желаю вам всего самого наилучшего. Надеюсь, что эта информация, она была для вас чем-то полезна. И всех благ. Будет новая идея, будет новая информация, я с вами обязательно поделюсь. С вами был Макс Айлер, автор и ведущий проекта Тайник Маршрут.